вот друзья у вас перед глазами на наших экранах здравствуйте все такая красивая штучка причем такое ощущение что совершенно новая платформа и что такое что на таких перевозят той машины которая сломалась вот вводит одну такую штуку всего одну машину по идее да то машина да то им вот они периодически на хайваях или фривой дежурят обычно они короче намного то всяком бывает это наверное эти визе и в траке побольше же будет поэтому на все случаи жизни ну хорошо так расскажи вы тут куда-то ездили в лос-анделес сан-диего куда вы ездили а были в лос-анджелес на побывали немножко как-то в лос-анджелес как не жарко танец принципе было нормально слушай а вот эти вот раз рассказы о том как там всюду палаточные лагеря бездомные вот прямо по улице не пройдешь вот это как там с этим но в тех местах где мы мы были тогда кого нет поближе где-то там санта-моника может лос-анджелес ну то есть вы не были сами видели не они наверное там же районов много разных ну где мы там нет glendale мы заезжали по садина он тарой парк это немножко чуть подальше поэтому там такого нет там в принципе очень красиво культурно было хорошо ни одних палаточных городков не видели а вот с точки зрения цен вот заходишь магазин цены такие как у нас тут или отличаются то есть по идее могло быть дешевле принципе по идее на самом деле так она и есть подешевле много вот таких наверное все-таки магазинов по свежим овощам фруктом так там их целая сеть сеть магазинов несколько разновидностей в разных точках по сравнению мы здесь как бы не из мексики везут свое туда ну возможно и свое в основном все-таки в калифорнии много что выращивать растет растет поэтому в адрине по ценам видно было воды не хватает все они всю воду высосали несмотря на то что воды не хватает на свои дом добра там было построили до сны такое ощущение что заселили да моя машина стоит а я думал они его может на продажу строят переделывают ну да конфетка какая получилась что там конфетка прямо но очень 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 миленько и если что этот забор такой глухой тут не не по специально может они там сделали кстати они там заливали что-то когда там сетка стояла да вот они там что-то собираться еще достраивать а так как очень мило очень вот так друзья буквально за пару лет когда хотя могли за три месяца если могли не спеша так а что вы сейчас собираетесь в канаду что там будете делать мы поедем детей семью увидеть друзей то что вот не видите что ли но мы практически видим но редко как же надо увидеться и как там прохладнее в канаде кстати температура такая же как здесь уже если сельсия температура данный момент 31 32 каждый день но у нас вот друзья в санта-крузе по прохладнее у нас где-то 23 может быть вот так 22 23 дамы в долине вот как раз там 30 30 полюс сегодня там я смотрел так можно был 31 32 вы видите мы же утепленные все эти мы ходим тут вообще вот и я вот а где женщины где женщины а вот они так наши женщины тоже в общем голыми не ходят вы видите ближе к утеплили таки прохладненько утеплились да так вы значит а вы хоть знали что покушение было на трампа как-то да вам вам рассказали услышали 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 но не сразу так не совсем сразу ну ладно да а вот про лесу нашего значит только от нас сегодня и узнали да это уже по видео у него лисич сегодня этот самый как сказать аукцион аукцион она распродает сегодня там в офисе есть вот а мы с вами тут друзья без всяких аукционов ой господи боже мой да а домик ты домик то все вот уже готов к стаку похоже да смотрите как красиво красиво да совершенно новый дом получился вроде бы так начинали с перестройки а потом так заменяли заменяли знать как-то каша из топора на просто сунули топора потом там крупы потом маслица потом соль соль там еще что-то вот получилось получилось нормальная каша размер не не то слово не то слово это круизный лайнер вообще получился страшное дело так пропустим бабичку да друзья для двух бабичек надо же вот так девочка такая маленькая сразу бою да хорошо но им трудно общаться не стали наверно им трудно общаться лишь один внизу другой вверху и как бы общение затруднено по моему да 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 но решили долго не ждать трудно остановиться когда уже начал разница к возрасту быть да 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 чего обижаете серферы может быть уже поздно я подумал прилив кстати обрати внимание вот песка нету вдоль берега это значит прилив зато вода синяя синяя вода то бывает она такая зеленовато как это никакого вида не имеет сейчас очень даже нормально есть есть там да там пляж и всегда есть люди которые купаются они я вижу купаются без костюмов холодных вот этих вот но смысле да так просто вы залезли воду и купаются да да мы нас догнали так идем дальше тут много деток смотри с колясками тут и то ли время такое что все гулять выходит суббота суббота хорошо суббота хорошо в эти парковочка вся более-менее занята вот так не то чтобы подъехал и встал хотя есть местечко на ночах отсюда выгоняют чтобы них области ли нельзя вот тут где-то я не помню с двух часов там до пяти или до шести нельзя то ли то ли городские власти чистят тут чё я не знаю по каким причинам они стараются не прямо не жили ну да да вот видите друзья лавочка скамеечка тут написано имя человека значит когда он жил когда умер и надпись такая вот такие скамеечки память да значит чтоб такую скамеечку мы как-то знаете в очередь встали нас еще ставить не хотели мы хотели в память святиной сестры сделать камень так сказали 10 лет ждать не хотели ставить в очередь 2000 скамеек по тем временам цена была 2000 скамейка но это было же на на тоже лет 10 прошло так что захочешь деньги потратить нет возможности они могли бы разную цену вводить за с учетом расположения скамейки одно дело там тебя никто не видит а другое дело вот допустим каждый на вид присесть как в релосте локейшин локейшин ну ну конечно уровень заметности когда ты же из память до это память а вот много беленьких там каких-то суденышек лодочки рыбацкие и не рыбацкие до все-таки красивые тут дома правда не италия там допустим не там не знаю где еще ваше о мужик на одном колесе едет друзья и далее вот на одном колесе ой аккуратненько а чего это рикша так на одном колесе да вот они одноколесники вот эти ну у него колеса два он просто едет на одном наверное не от большого ума мне кажется но все-таки от большого надо было бы поберечься вот как женщина несет да так вот друзья у нас у нее дети у нее еще в носу кольцо да так что вот так друзья у нас тут эти самые весело весело да чудики со всех сторон это еще не пахнет марихуаной почему-то потому что рано но не знаю как тот них никто не не поддал так сказать не поддал вот пожалуйста совершенно мокрый ребенок ой 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 ножку покалечила но поранила ножку да видишь как бывает то ой господи как-то с проволочкой до проявлений жизни много так вот тут проявляется здесь вот на этом месте частенько люди гамачок подвесят и там какую-нибудь палаточку поставят вот здесь или рыбку ловит рыбку ловит да да ну такой видишь как земля пятачок земли трус трусах тут а есть люди есть ну слава богу да немного но эти так просто в крестницах сидят дышат вы друзья я надеюсь не чувствуете ветра потому что у нас камера закрыта таким миллиметров сколько миллиметров на глаз миллиметров 8 и вот друзья миллиметров 8 поролон такой плотный вот я в свое время оценивал 7 но вот нас тут поправляют может быть но это все на глаз на глаз на глаз до близкие близкие оценки солнце с той стороны вот тут вот видите так сразу прямо глаза уже не то на посадку идет да ну а мы тогда будем камерой больше вот туда чтобы нам подсветило не могу сказать что жарко вот не могу так сказать нельзя нельзя ветерочек прохладненький наши зрители не чувствуют я знаю потому что несколько раз уже снимал в этом поролоне говорили ребята что вообще никакого ветра нет так что нам удалось его победить кадиллак кадиллак небольшой мне нравится кадиллаки они так как говорят что это типа стариковская машина вот но я другой стороны тоже не 20 лет я никогда его не водил единственное что тогда тогда есть смысл тест-драйв я делал тест-драйв мы делали 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 мне очень понравилось очень-очень он как но такой а как он шел дальше он шел как вот даже на porsche похоже того знаешь так мощно просто что-то невероятно бы как раз машин никаких не было это вот в пандемию она не было не было никаких машин мы подъехали там был была парочка разных моделей вот вы попробовали я не помню какой мне на понравился но очень понравился очень-очень понравился но в итоге мы купили вот то что купили нас точно то что я сейчас вожу до нас это с такой же у вас же по красным у нас был такой же на красный году там получилась такая история что света нет мне нужно было машину меня и я купил а то было на листьяк так разная была на листья да там было три года лис и надо было менять машину и я думал возьму тогда теслу и пока я купил себе теслу выяснили что теслу как раз света хочет получалось она забрала у меня эту теслу а мне отдала свой mercedes который у нее был но у меня был dlc побольше да а у нее был делай такой девчачья модель поменьше поменьше и получилось что я езжу все равно на мерседесе только не на том который мне нравился он совершенно не на моем и какой-то у меня маленький был он хороший был очень хорошим но маленький я как-то чувствовал себя там немножко ну так не совсем нет вот и кончилось тем что мы его отдали дочери как раз а у дочери как раз износилась тачка и надо было ее покупать и я господи и вот эту отдадим а твою износившуюся они собираюсь отдать саши внучки второе же право получила к тому времени но где-то было на грани сейчас саша надо сказать свои 17 лет гоняет на машине там только так то есть она уже и сестру отвозит там на какие-то секции забирает и у нее то она подрабатывает вот у нее есть там всякие подработки нашу ребенка появились деньги то есть она может за месяц там заработать я не знаю там сколько ну там 800 долларов ну то есть вы жуткие деньги для человека который никогда не зарабатывать надо вот поэтому нужен взрослый чек суши 17 лет практически да так что вот пригодилась машина значит материнская ушла к ней моя ушла к матери при саши вот а потом мы пошли и купили уже я уже что такое но и я купил себе нормальный такой делать и как хотел но другого цвета свету красный цвет смотри-ка там красного не было или для разнообразия света красный цвет не любит а она как-то вот вроде бы и не ее машина и я не знаю черно вот она не любит красный цвет вы стали искать какой-то компромиссный смотри как более штиль стилем да а вот тут пожалуйста это что не там я даже не да я думал может они нам пить а я тоже говорила что этот толпой а чего не ездят по тротуару я не поехали по проявлению без крик и без шума но в санта-грузе как раз велосипедистам разрешается ездить по тротуару а это как бы они официально тут ну наверное для безопасности даже тогда сбоку дорог нет для велосипедов нету слушай-ка а вот с точки зрения сравнения канады и вот скажем сша какие основные такие бросающиеся в глаза различия если человек не знает где он находится да по-моему внешне никаких различий нет вообще невозможно будет понять так нужно машины те же дома такие же там магазины такие же практически тот же холм дипл там лоус да все это все то же самое и народ такой же в общем практически должен соответственно говорят по-английски ходят куда угодно тоже сам так ну хорошо пока за исключением этого все практически то же самое как но чисто внешне понятно а вот с точки зрения там вот ты живешь да какие то есть проблемы которые тут решаются а там нет или наоборот я такого не слышал чтобы вам какие-то проблемы нерешаемые но он говорит о том скажем вот у вас там медицина чуть ли не бесплатная а в америке платную это 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 существенная разница конечно там бесплатно медицина на самом деле так реально бесплатно а говорят очереди большие с ничего ну и то есть но сейчас здесь по моему то же самое потому что если уж надо ну если мерженсии там тебя спасут это не вопрос этого профилактические которая необходимая что не так и так может важно чтобы все долго ждать чтобы именно сегодня попасть тогда тогда приходится ждать понял понял у нас сейчас тоже стал долг дольше до врачей не хватает так ну-ка давай сейчас буль-буль давай как брызнет честно и раз ала друзья только для вас только на нашем канале сейчас еще брызги пойдут пошли 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 сейчас каждый брызнет свои ребята ловит волну ребята ловит волну да тут стоять приятно какая динамика есть чем они так волна за волной неугомонно пошли раз ладно пойдем искать наших женщин так вон они там стоят видно 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 то есть фактически все что такое он тот но он прямо в конце вот они буквально сколько у меня там вот эти тоже надо не стоят рафи готов когда не вовремя а потом красиво идем да ну на свои гуляем но эти ребята явно конец опытный потому что лагер скала рядом до и маленький маленький борт чем меньше борт тем больше тем опытнее человек но пошли до мира а те никогда не хотелось вот так и на доске я пробовал доски и как и как ну там нелегко но я попробовала но кайф то есть какой-то есть кайф но я же плавать не умею боже я все боялась что я а зачем зачем что тогда там где по колено наверно в гавайях там по колено нет там по колено все это одно но там камни булыжники там даже если упадешь там а там еще кораллы там поцарапать ребята а у нас впереди ярмар пошли смотреть ярмарка закрывается это ярко ярмарка по моему она же собирается да ну пойдем посмотрим как собирается ярмарка все-таки как-то какой-то сюжет какой-то я извиняюсь контент вот хотя главное в нашем контенте друзья это наши незатейливые беседы о том о сём искрометный юмор что тут что что будет бьет волны и мист идет вода мист типа такая пыль пыль брызгая брызгавая да мист на солнце так да есть есть такое что-то мы пришли к шапочному разбору друзья уже по мне кажется никто ничего не пытается продавать они пытаются завершить да так единственное что если что-то съесть но съесть не хочется вы так что покушали олд ворлд ленин так да да что там у людей тут у них керамика так hello hi so you make it yourself yes ceramic art basically i make my ceramic art for walls i build the legs and post firing i wire it by virtue with the legs it can go either way but i i build it with the idea of it decorating a wall okay hang on the wall so you sell it on events like that or yes i do art shows like this so not not in stores nope it's all you know i'm at my studio making and i represented myself and i meet the people that you know i talked to you okay so yeah sure and you're in sunnycruise no i'm all the way up in vallejo actually is that right now you're coming in okay 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 i'll come down here in paradise whatever i can sure sure довольно далеко от сюда часа на 3d wow it's quite a bit couple of hours drive probably yeah yeah you know if there isn't intense traffic but there always is at night time going up the hill but whatever dark only s cask theicked smart these are the different things who are getting drugs who 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 like you like you so I said here I said a lot of I said i это очень большая морда такая же да вещь это все вопрос по стрижке для ноги то у всех тонкие а как постричь да вот вода ты думаешь это вода из-за чего здесь вот отсюда бьет оттуда брызгает периодически чуть побольше память то есть не только подали даже трубу прорвало нет мы тут попадались даже что люди шли на нет прямо они с визгом и радость и особенно дети да вот такой момент а так ведь вот так постоять поэтому этот миссии летает другом да сейчас вроде потихо потише немножко да пару минут возможно что-то я аккуратненько он видно видно бывает гладенько а собак что-то не видно на собак собак а мы еще не дошли там обязательно там обязательно будут собаки друзья если есть собачий пляж то собаки будут до гораздо больше нельзя сказать что если есть собаки то будет собачий пляж это совершенно не связано наоборот наоборот обязательно ну собачки надо побегать потом бывает атлетичные собаки знаете там бульдоги какие-нибудь или там охотничьим надо бегать где-то но что же есть же не в песке потом все это но как-то их вытряхивать но если он короткошерстный такой-то ему без разницы стряхнулся так это и пошел а вот из такого потом фиг вытащи в песок ну да да вот такой большой да по сравнению большой кроме прямо что он он больше нашего намного да хотя в общем то понятно что родня кузенчик ну что пошли смотреть что на пляже да да есть в тенечке там попрятались а ты понимаешь что произошло потому что прилив мало мало места мало места но бегают такие морды здоровенные бегу пляж собачий это вот друзья на тему собачьей жизни в америке так вот вот она американская собачья жизнь и как ты мирные никто не лает не кусается как-то все так они знаете сосуществует нормально да да как то вы конечно не голодают ничего никто на них не орет вот так-то кормят там размеренным отвешенным с пропорциями там для косточек для шерсти для зубов и калории там все что угодно все тут да ну что тут еще обычная фонда твой как загудела то она глушил с нее сняли по молодежному явно какой-нибудь глушитель поставить да сын тоже когда ты ставил глушитель а потом через энное количество лет говорит какой я дурак был чего это же такой шум он там уезжал из дома да все соседи просыпались ну в этом же и кайф на наверно да постарше остался это ты думал да зря сделал а у вас там это в канаде там как там политических партий много или тоже 2 позову 2 в основном особо я не увлекаюсь поэтому но официально их два но есть там еще пару других каких еще помню ндп там называется еще что ну хорошо они маленькие две которые основные они хотя бы так чередуется власть или все больше не нравится то есть тоже странно такая 50 на 50 практически да нет такого чтобы друг друга там ненавидеть ну обсуждают наверное но так без мордобоя все-таки наверное больше на слова на словах а есть такое чтобы с оружием ходили такого не видел но разрешается оружие ну охотничьи оружие вот у него друзья есть нет а также на пистолетом не так не хоть полицейский да все нормальный человек не то есть так вот граждане нет у них такого конституционного права там сашмайсером ходить нет то есть как у вас вот в этом наверное еще разница в техасе магазин захожу мужик заходит с револьвером с двух сторон как в ковбойские времена с ума сойти ну и ночью нравится своеобразно да а можно 2 отвертки повесить можно больше папа это уже более привычный будет для кого-то чем два пистолета вот этот который стрелял молодой который до придурок стрелял в трампа так он зашел в это больших я не просто это был за магазин walmart типа зашел армарк прикупил патронов то есть тут тут еда здесь гуталин там зубная паста а там патрон а тут патроны все так ну как а чё нормально все ружье взял у отца это понял писали по-разному но в конце концов стали писать что отец его купил полгода назад купил отец ему купил да то есть если бы он взял у отца то встал бы вопрос почему отец держит ружье также каждый может взять и он бы не соответственность а если он ему купил то есть как бы это его ческих да тот являлся владельцем но день деньгами оплатил отец то есть нет проблемы такой что он взял оружие которое кто-то должен был бы хранить аккуратненько и не хранил это было его ствол да ну-ка пена какая-то смотрим именно здесь это пена да он там трава билетра водоросля на водоросля атаку хорошо акулы не идет водоросля терпера очень безопасно у нас тут вот этот шардоне или что там обычно бывает там что-то написано на парусе какое-то венцо есть такие вот парусники это наверное тамара катамаран да там есть такие где написано шардоне и они там плывут и из рюмочки подтягивают из бокальчика а у этих я к сожалению не могу навести но там тоже на синем фоне беленьким что-то написано вот у нас назад пытается на телефоне это прочесть ну-ка да а какой там еще этот который придумал анил 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 это который изобрел вот эти костюм растем водяные это написано яхта анил я анил я ну яхта с махта это конечно катамаран вот наверное через там нальют если не шардоне так что нибудь и так мир лот когда да так что я трезвый меня оттуда не уйдут это не не такой дизайн чтобы трезвым уходить вот люди в нарушении всяких правил залезают на каменюки да а вот тут очередной раз оползает видишь огородили давайте сбоку глянем что там у ползает то что вот вот так вот и у ползает до уметь надо чтоб не оползала вот пожалуйста трубы развалились тут же тоже раньше вот она вот так наверно наверно доберутся но вот вот до нас конечно вот с того конца дальше там уже уже по хорошему сделано так солидная такая набережная бетонную очень приличная просто в ужасе я я думаю какие жуткие деньги на это все нужны немало и даже члены профсоюза строить из бюджета идет из бюджета всегда дороже там чем из кармана свое тут заплатить конечно солнышко в глазки светить я поэтому камеру все время отворачиваю чтобы вам не слепила вечерком уже народу здесь тоже пора меньше пожалуй написано опасный клифф видишь утес опасный утес обрыв вот ну тут вроде еще не так выложить но на грани на грани вроде это и мопед то еле-еле а шума с него как ракетный крейсер до тут вообще друзья океан у него есть свой такой запах свежая такая рыба волна рыбой ну иногда есть места где пахнет каким-нибудь там вот или перегноем там от ила от водорослей есть такие места где гниет на берег выбрасывает там подгнивает есть товарища мухи летают большие ну да там какая-то маленькая маленькая лодочка может они рыбачат там вот там стоит кто-то рыбачит такой силуэт похоже что девочка так а ваше волосы длинные такие девчачьи вот еще стоит девочка это же это на воду смотрит но без удочки мух отгоняет все вот мы приходим к опасному месту и что заборище такой сейчас туда посмотрим а вот здесь вот здесь началась наша санта-крусская история мы гуляли по набережной от маячка от маячка и вот здесь на этом доме было написано open house мы зашли посмотрели поговорили с риэлтором ну и потом мы подумали все место неплохое а мы хотели что-то у океана мне хотелось знаешь так типа кондо какого-то и так чтоб с видом на воду и чтоб я мог там какую книжку написать какая-то не была такая идея в то время идея не прошла я еще напишу пару книжек но поскольку уже был риэлтор знакомый так мы ей позвонили и поехали с ней чесать три поездки у нас было три выхода три субботы наверняка воскресенье что там было вот мы зак за три раза на исходе третьего дня мы подъехали к тому домику где мы сейчас живем и сказали это дача это было она так посмотрим гранит nobody gets hurt это название компании гранит это не материал данном случае название компания да девочка рыбалка касать рыбачка явно я девушка рыбачка да поймал чуть непонятно да там процесс там морские эти самые выдра это си отор да да морская выдра писали что-то было объявление на заборе было написано осторожно значит агрессивная выдра а морская от этого когда в воду заходишь год будь осторожен да можем обратно у нас друзья короткий такой променад мы не выпендриваемся на самом деле когда солнышко сзади так и снимать легче дамила иди сюда вот скажи мне в чем смысл жизни у у девушки у девушки да ну ты же девушки ну да ну кажу ну каждая девушка хочет быть счастливой жизни так уже хорошо да ну но счастье если женщина счастлива до семья счастлива так то есть мужик первую очередь в первую очередь должен заботиться о счастье женщины иначе ему достанется ну конечно так говорит но есть же пословица если как пивай папилай папилай да и что это стихотворение папилай папилай поэтому коротко но все об этом смысл все в этом предложении сказано да это пуделя 22 22 так ну женщинам нужны там с кошки собаки голуби дома как сказать лично и каждого наверное смотря кто допустим я когда росла маленькая девочка да у меня не было животных потому что тесные как-то так не принято было собак дома ну а сейчас дома жили сейчас хочется собаку собаку сейчас домой не хочется так ну потому что во первых когда ты собаку имеешь ты должен ну все время у тебя на заднем плане что надо ее покормить надо ее погулять как ребенок как ребенок да ты не просто не пойдешь и закроешь дверь и уйдешь там собрал там и более не уедешь да а можно в случае за ночевал у друзей на природа и женщине несправедливо вот например мужчина он может себе позволить это еще а женщина завязана на семье на детях есть такие что и не завязаны ну да если хочешь если женщина и так нравится на так будет завязываться а если это зависит от это именно от женщины зависит от женщины зависит от вас как я вообще у него чисто мужчины такое тоже наверно сейчас есть конечно сейчас уже мужчина женщина я уже если он сказать если женщина скажет все не хоть если если например человек женился замуж вышла вернее замуж вышел человек женщина вышла замуж и какие-то устои семьи наверно не закладываются самом начале и если она была не хозяйственная и собачка красивая то если женщина не захочет этого не будет а если женщина захочет да кто будет все-таки здоровье семьи это зависит от здоровья женщин грустно так закончили не имеется ввиду имеется глаза как-то с голоса его упал нет мы ну я так я вообще человек оптимист давай как оптимист скажи нам что в канаде есть такого чего вот тут нету да да хорошего 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 много воды много горной воды много одесса у вас городу ну как у нас горы сплошь у рядом нет но ты живешь то это было чтобы не важно у нас вода горная приходит до нас вода дешевле чем в канале в америке так это да большой плюс поливая не хочу а что там поливать то что там холодно ну летом то люди сажают же ща же модно сажать все иметь свое что у вас там полезно но сейчас люди много занимаются садоводством многие сажают помидорчики свои в калгаре где у вас место в калгаре многие сейчас так делают у меня друзья наши там они сначала цветочки только сажали да а теперь они мне пишут что они сажают еще и полезную полезные о это салатики там потом начать сажают огурчики вызревают созревают за лето конечно а это на какой широте это как так что это как киев как москва как саратов как саратов то есть тепло должно быть ну не так тепло ну ну так широта саратова люди вот там у вас которые как они вообще там люди хорошие люди везде хорошие если ты хороший пьют у вас там много знаю но пьют наверно в основном только те которые местные народы индейцы 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 которые что называется на севере которые племена вот эти да local native они спиваются да у них почему-то это в норме неустойчивость только хотя они при желании если бы хотели получить образование то образованием бесплатно то есть им вот говорят дети учитесь но есть такие что идут идут те которые идут учиться они очень хорошо подвигать у себя в комьюнити то есть у меня подружка одна назначить найти и она пошла училась получила мастер диквей то есть она там была у них они по-английски могут но не по-английски говорят и свой родной язык у них есть они по-английски конечно говорят они же в канаде выше но здесь в америке тоже же они есть есть ну вот она потом все таки она хотела опять-таки уехать более теплые края она выучилась поработала в калгари и переехала в аризону а по а там тоже индейство кучка ну вот она и прошла по этой программе то есть а я говорю как же шерл это так это смогла так легко уехать а если у тебя национальность 50 процентов хотя бы до их не кровь индийская до индейской индустрии то безвиза в америку машина смотри друзья мотайте на ус значит это вопрос справки только там но у нас те которые нас слушают я не думаю что среди них есть убийцы это неважно важно чтобы справка была а ну да то есть да вы там где-нибудь выдадут сейчас марихуанка пошла мариванной пахнет я хочу сказать анекдот как железнодорожная касса вокзал кассы и там всюду очереди стоят наш летний период отпуска однако одно окошечко стоит там никого нет ну и чок подскакивает и говорит мне вот там до симферополя ему говорят товарищи это касса для обслуживает только ветеранов куликовской битвы да это как же куликовская 400 лет прошло обетно женщин я же ведь не знаю сколько прошло я знаю что удостоверение предъявил что участник я отпускаю как раз удостоверение есть ведь нету иначе не отпускаю вот так и по индейской линии ты смотришь документ есть пропускаю сих как птицу знаешь так она границ не знает да да хорошо то есть у них в этом плане оказалось я сама не знала просто на детали когда мне объяснял да получилось очень легко она сама кстати она все время говорила что у нее какой обудранный господи ой и офигевский малька да да что то они его из той породы что там клочья вырывает отстригают слушай это просто издевательство над песиком такой хороший да да так что там по индейской части а вот еще один коричневый хороший а где смотрели а вы присматривали такой собачку да наверняка так вид у нее такой что могла бы не те кто-то нет нет она может и не делала вид но мы же не спрашивали была женщина из бурятии лиза звали лиза была кандидатом медицинских наук и в какой-то момент она даже стала специализироваться на тибетской медицине такого плана ну и было и тогда лет на 55 вот она пришла к нам учиться ну такой как бы сказать восточный такой азиатской внешности женщина вот маленький такая сидит вот там пришла на урок ну там за 15 минут вы сидит у компьютера приходит какой-то еще там парень мужик такой 40 45 такой рядом с ней садится вместе сидят нуждут пока соберется класс а я мимо них бегаю там у нас копировальная машина и там как-то мне все туда бегу сюда бегу смотрю и разговаривают на ломаном английском языке то есть она на ломаном он на безумно ломаном и вот они как-то значит там пытаются общаться да я пробегая я очередной раз пробегая мимо говорю ребята говорю может быть вам проще было бы по-русски значит и он смотрит на эту лизу вот такими глазами и говорит а как я должен догадаться что она по-русски может это не славянская внешность как я должен догадаться я говорю лиза говорю но он не мог догадаться новый то она гать а чего я должна первое начинать хорошие хорошие да да за замечательные такие песики да вот так что так так такая принципиальная женщина вообще надо сказать что школа для взрослых это очень смешное такое заведение потому что когда взрослый человек попадает в учебное заведение он становится как ребенок абсолютно он начинает шалить он еще он начинает там где-то проказничать немножко там что-то такое там косить под что-то там чем он не является там еще что-то такое но прямо вот как настоящий детский сад такой да так что я думаю что это просто когда так взрослый человек попадает в класс просто срабатывает вот этот вспоминает вспоминает да вот это детство я вспоминаю что свое время когда у нас кампус был и там там что черти что творилось там было 150 человек за день проходила утром два класса битком вечером два класса битком днем сидят люди проекты делают очень много приезжих которые там целый день школе сидят и по выходным там знаешь были студенты дежурные с ключами потому что не всюду интернет хороший был вот они приедут там другого штата ну че им делать вот они все выходные там сидят короче там был такой било пульс такой бил и это было очень тяжело выдержать мне пока ты там сидишь каждый там три минуты кто заходит то есть больше десяти минут делать что-то подряд без перебоя было невозможно и вот я как-то очень распереживался какой-то момент и оставил себе такой онлайн операции а сейчас я безумно скучаю по этому кампусу не в том смысле чтобы снова сидеть там но чтобы рядом сидеть знаешь вот то есть какое-то место где куча народу они заходят я мог за день снять там 45 сюжетов просто потому что заходил вот я сижу на стуле на одном и том же приходит люди один работу получил другой там я не знаю что не женой развелся эти там ну не дай бог как вот 3 там откуда ты приехал четвертый на интервью пошел у него миллион эмоций как тот там тортик принес постоянно какая-то информация но абсолютно абсолютно и да да и вот я не только в общении но дело то что студент когда он на этом кампусе учился он с погружением был понимаешь а когда ты дома сидишь то ты никуда не погружаешься кроме собственного дома а работа она где-то там и учеба где-то там и и в общем все это конечно не то но сейчас видишь как опасно сейчас получается вот собери в класс вот сейчас вспышка ковида снова и я уже не знаю живы привиты мы с первого дня привиты и и по ней каждый год и все и пожалуйста но кто да но представь себе что если бы у нас был такой кампус у нас половина бы всегда болела что они же в общем не 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 прошло это все никуда не делась как ослабло по проявлениям но в общем есть да да типа типа да грипп простудочек у каждого опять-таки зависит человека от иммунитета если у него слабый иммунитет он проявляется более глубже ведь он уже переболеем так я тебе скажу что и от гриппа люди умирают на что же тоже бывает от простого гриппа раз и умер челы до организму сложно справляться если иммунитет слабый особенно говоря грипп очень сложно переносить и сложный осложняется если вы на ногах переносите допустим постоянно вот ой ладно на работу надо идти да да я по себе помню когда работала в офисе еще давно заболела очень сильная гриппа у меня голос пропал ой-ой-ой и я все равно ходила на работу потому что то надо сделать это надо помолчать приходила помолчать даже по телефон не могла не поднимать потому что как бы я шепотом да так все равно кому это надо было сейчас думаешь кому-то надо было надо было просто отлежаться и все ну по молодости она дубыша пройдет да по молодости не ценишь она принесли не очень желательно лучше отлежаться во время повета вот в ссср ты знаешь так легко давали там три дня этого как его больничные называют там пришел врач в финале 3 дня тебе дал там и потом через три дня вообще продлить на 3 дня там насколько продлить такого нет я здесь и врач не приходит конечно да поэтому здесь секресть называется который сам берет за свой счет за свой счет три дня в году компания компания плачет как но у тебя если положено три дня всегда из то пола плачет я помню мы когда жили там при большевиках там все про преимущество их строя значит там речь было и вот в частности говорили в советском союзе на душу населения врачей в четыре раза больше чем в сша да только в четыре раза больше и так и думаешь как же так вроде там что же у них там вообще люди не лечатся но просто у нас врач в то время был человек который зарабатывал меньше инженера при том что инженер это был фуфло полная с точки зрения зарплаты вот а так ну ладно друзья не будем о грустном будем о веселом да 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 какой-то он яхта дорогая на побольше а чё ты вот чуваки с таким ходят это не кресло они с пляжем они с пляжей идут я думал ты какой-то рюкзак красивый до женщины бежит свою как фону не как как будто опаздывает куда-то человек неправильно бегает до колени все победы ой 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 не хорошо мы когда ходим в кампбелл комьюнити да там видно как люди такую задачу себе какую-то наверное ставят да пробежаться а форма как он бегает абсолютно не не обращают на это внимание да это неправильно то они тогда о калориях больше думают ну да о калориях думают ты бебечку несет на руках смотри о калориях думают они не о коленях или вообще не думают это даже лучше знаешь ни о чем когда не думаешь дольше живешь только не бегать только не бегать да где там наши путешественники темнеет друзья темнеет вот такой туманчик уже для вот вам пожалуйста лютеранская церква с шестиконечной звездой и посредине там матерь божья пошли хорошо да да запах свеженьким свеженьким пахнет такой прохладный ветерок ветра сильного нет уже народ разошелся все разъехались по домам суббота вечер люди пошли на ужин эти пошли гулять вообще тут только бомжевать всяких обстановках хорошие там вот машинка например под деревьями но это да но они же обычно машинка у них есть машинка есть стал где-нибудь может они там в неделю там стольник денется подработают по мелочкам там поднесут там не знаю помоют и вот и так вот хватает на жизнь вот сидит чувак с гитаркой девушки красиво девушка хорошие хорошие студентки да это сам себе поет душу лечит в принципе если вы допустим ищешь друга да вот и так побежала это же гораздо больше народу мимо пройдет чем если просто на месте стоят ну вот поэтому ты как бы это сеть и посмотри какой я какая милая миленькая смотря с какой целью пошли девушки да я есть такие шеи вообще все пофиг бегут все и бегут а вот друзья птички сидят на отвесном может быть даже они там яйца несут я не знаю как они там выживают да иногда их больше бывают я думаю что они там на ночь наверно там спят до много много не надо и человеку много не надо там день прикормил там на лавочке все и все заката обычно же птицы идут ночевать да сейчас ты знаешь что то ли я сейчас не помню то ли законопроект то ли решение верховного суда где-то сейчас там назревает о наказании бездомных за проживание на общественных местах то есть если он спать остается день там на лавочке и так далее ты как бы должны за это наказывать то есть а с общественных глаз долой а вот в лес пусть идет там спит а в лесу тоже скажет пожар опасно ну в лесах очень много считается что в лесах санта-крус в окресах где-то до трех тысяч бездомных да им там хорошо никто не это не беспокоит наверное у них там и машинка есть в город съездить там все леса там заделывают ну лес он только лучше становится от заделывания я думаю что там они все таки устраивают не убирают ну конечно тоже леса убираться такой ну конечно государство не может быть нет ну тут леса же громадные я никогда не жил никогда не жил этим образом жизни не могу тебе сказать что нет нет но они могут спускаться иногда в город там что-нибудь украсть и там подработать там где-то именно наркота тоже нужно они же должны как-то тоже этим вопросом да 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 так что не но я посылаю что здесь чтобы вот так вот жить и так бомжевать вообще много денег не надо еда фактически даровая то есть полно мест где еду просто так дают даже тот же взять да да там есть место еду раздают да да может просто прийти покушать а можете с собой там взять ну если кто-то варит дадут ей я знаю там и вот есть бейкери вообще была бейкери которая туда хлеб отдавала который выходил с брачком и так как бы на прилавок не положишь а так совершенно нормальный хороший хлеб и они прямо мешками привозили там раскладывали всем давали там бедным богатым кто возьмет чтобы не пересохло есть такие пекарни да да но они его когда сдают такие учреждения им там как бы списание идут с бизнесом так проходим собачки маленькая да удаленькая да нас пропускают так остановится конечно это он с виду такой грозный джип а за рулем сидит мальчик молоденький так это еще другие девки или те же те же те же те же девки пошли до куда-то и обратно бегут да ну они это так пошли на ту сторону радует глаз вот молодежь молодежь радует глаз особенно девки ну смотря наверное для мужчин девушки для девушек мужчины я даже не знаю ну просто молодые хорошо это все как это как цветы энергия такая энергия хорошая цветы они такие все хорошенькие да все не знают что там дальше не зря сказано молодо зелено да тяжело им видишь как сейчас получается что предшествующее поколение вот скажем вот даже наши которые перед ними и наших детей да вот скажем да вот им все таки проще было гораздо начинать то есть подниматься там есть работа там он она есть работа да пошли дом купили сейчас не получается так особенно вот с этими сложно сложно цены же выросли сильно дело даже не в интересе в 7 процентов мы когда покупали наш первый сейчас я думаю первый нет не первый первый у нас была квартирка и там была рецессия был какой-то смешной интерес там типа 4 процента и там 375 вот такого плана ну там и у нас и морги что было сто двадцать тысяч но то есть мы морги платили 1200 в месяц то есть а до этого мы снимали эту квартиру за тысячу ну так это уже списание еще вот а потом мы купили уже дом в лос-алтесе это очень дорогой был 500 тысяч по тем временам 500 тысяч как я не знаю как 3 миллиона сейчас и вот значит то есть ни у кого из вот новых иммигрантов не было так такого дорогого но у нас уже была школа у нас как бы 3 зарплаты мы работали и еще школа была и вот мы купили так вот там было семь 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 три семьдесят пять семь три семьдесят пять ну то есть вот как сейчас вот может быть даже чуть 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 больше чем сейчас сейчас все кричат божий какой кошмар какой высокий интерес тогда это был нормальненький это снизился потому что во время рецессии он побольше был там типа и восемь и девять было вот а тут семь там будет нормально как бы уже удача ну да я помню когда я ходила в английскую школу у нас учительница была это в каком городе это в канаде еще а так и у нас учительница говорила о ребята вы такие счастливые мы когда дом покупали у нас интерес был одиннадцать процентов да да восьмидесятые да восьмидесятые одиннадцать процентов то типа того что это вообще у нас приятель вот саша у нас с ним плейлист есть называется прогулки с алексом он приехал на десять лет раньше нас и вот к нему потом стекались все ручейком все эти выпускники института связи нас там много было вот мы к нему потихонечку съезжались а он тут все встречал принимал это великий человек и он значит они быстро устроились на работу оба инженерами и получали он 24000 на 22 такие зарплаты были это 82 год 81 82 год и они купили сейчас не помню через год через год они купили дом просто пошли купили дом а интерес был 16 процентов 16 то есть первый моргич у них был так что жить можно да ну кто как есть лихие вот пожалуйста стоит дерево эвкалипт по простому или по-русски называется бесстыдница наша голая такая бесстыдница это вы с него подбирали лепесточки а то однажды они пришли и говорят я не помню что там с нами было и вот мы вам привезли с эвкалипта да лепесточки будем делать что вы делали мы заваривали заваривали нюхали и нюхали да но не курили друзья нет только нюхали мы до сих пор листья есть мы завариваем периодически эвкали а тут знаешь на днях я не помню на той неделе мы здесь были и пошли купили барашка ребрышки 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 ты не представляешь значит света пошла послушай пошла изучать как готовить и ну там значит люди пишут что если уже делаете эти самые барани то есть две вещи которые массы остальное труха это соль и перец нет вот у нас под окном растет розмарин значит вот а все остальное там мог есть часто рецепта все ерунда ну это у нас есть основной денежная да вот охотишь по америке вот деньги лежат никто не подбирает вот так все идут так значит какая штука получилась с розмарином но знаешь вот особый кайф когда ты выходишь так во двор и света г 3 веточки нежных ищешь три нежных веточки там капсарап они пахнут и руки от них потом пахнут долго потому что там не потому что эфирные масла со смолой да эфирные масла друзья те которые деревянные они уже не очень а те нужны зелененький зелененький сейчас мы вам покажем не маслы не маслу а масла немножко прямо на руку задевает да 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 он а потом в руке так потрешь и потом полчаса еще пахнет как это невероятно вот то же самое в доме да ты живешь это вышел лимончик содрал вышел там розмаринчиком опосредовал вышел там что еще бывает если бы у вас были бы эти абрикосовые деревья и всякие фруктовые едает же все я тебя у нас все что было кроме лимона у нас все съедали птицы или белки ну я не знаю одно расстройство вот смотрите дерево похоже на рябину немного похоже на рябинку так вот пожалуйста друзья стоит курс вот розмарин цветочками брать не надо не ну вот пожалуйста вот сорвал вот это вот и потёр друзья у вас на глазах потёр а эти цветочки можно кушать вот я беру пальцы ничего не друзья эффект вот как будто 50 грамм водочки выпил нет жевательную это это опошляет у нас селфи да мир и обнимать его дорогая сладкая девочка мы такие хорошие да да мы очень хорошие мы нюхаем природу не то слово а какие розы так и не то слово природу любим розы да да розы прям под окном а у меня вот это вот окошечко моей спальни вот тут вот окошечко моей спальни и вот я с утра раз они тут у меня вот вот тут вот вот эти вот мы уже раз такое дело друзья то мы на размарине лись на образе лись тут там и в общем на этом месте прощаюсь а вот наши спальные